да все добрый вечер всем кто к нам спасибо всем кто к нам присоединился я надеюсь что меня нормально слышно и видно мы на прошлой неделе начали разговора книги даниэля одной из самых загадочных книг танаха когда потом мы подытожим в какой-то момент разговор они и это выведет нас на разговор о канонизации библейских книг и о том что не вошло в канон танаха и так далее но пока что мы двигаемся по книге даниэля мы в прошлый раз прочли главу написанную на иврите и хотя она является открывающей книгу даниэля я в дальнейшем постараюсь доказать что она так как раз было написано самом конце для того чтобы соединить рассказы написаны на арамейском соедините их между собой вот несколько таких рассказов мы начнем читать сегодня и второй рассказ второй рассказ начинается казалось бы на иврите 2 глава но очень быстро переходит на арамейский при этом как бы сделан довольно такой нехитрый ход а именно говорится о том что на второй год правление царя на ухода носа был ли это в самом деле на ухода носа или кто-то другой это мы обсудим дальнейшем он видел сны и дух его взволновался и сон чрезвычайно обеспокоил его это выражение дух его взволновался оно само по себе является цитатой м рухо это скрытая цитата но если мы откроем откроем тридцать девятую главу сороковую прошу прощения секунду сорок первую главу книги и и будем читать про сны фараона то там после того что он видит эти сны говорится о том что дух его взволновался употребляется фактически фактически тот же самый тот же самый глагол немножко иначе сейчас я найду это место в типа м руку на это в другом другой породик другом беньяне здесь в типо м руку там в типо м руку на очевидно что автор книги даниэля бросает нам ключик говорит на чем он основывается он основывается на истории о гости и так говорится о том что на второй год правления царя на ухода носа он видел эти сны и велел позвать повелел позвать всевозможных колдунов магов заклинателей причем тут используются опять-таки термины частично частично акадские потом будут использоваться термины и персидские дальнейшем тексте мы уже говорили немножко языке книги вот он велел позвать себе колдунов они предстали перед ним а он сказал я видит я видел сон и этот сон меня встревожил сон меня встревожил я хочу знать его толкование и вот здесь собственно и происходит переход на армейский язык делается повторяю это довольно бесхитростным образом и заговорили халдеи царем на арамейском при этом как бы странным представляется что сам царь перед этим говорил на иврите то есть принципе можно было сделать это более гладко уже самого начала введя прямую речь царя сказать что что он говорит с ними на армейском языке но дело в том что опять-таки это своего рода такая скрытая скрытая цитата царь фараон и брюши тоже после того что дух его взволновался приглашает к себе всех своих мудрецов и как так говорится рассказывает свой сон рассказывает свой сон и и и видимо автор рассказы из книги даниэля следует здесь тексту следует за текстом и брюши но потом он переходит на армейский язык и текст дальнейший на протяжении шести следующих глав весь будет на армейском языке мы еще вернемся к проблеме языка книги даниэля а что собственно говоря тут происходит эти самые халдеи мудрецы говорят царю расскажи нам твой сон и мы его тогда и столкнуем на что царь отвечает неожиданным образом он говорит вот вам моя воля если вы не скажете что мне снилось и что означает этот сон у вас когда разрубят на куски и ваши дома разрушат а если вы расскажете сон и истолкуете его значение то от меня будут вам всякие награды расскажите мне что мне снять а и здесь таким образом автор этого рассказа создав аллюзию на рассказ о фараоне и восифе отходит от этого рассказа и точнее создает некоторые усилительный эффект интенсификацию потому что в рассказе об иосифе и фараоне фараон не скрывает своего сна он рассказывает свой сон рассказывает колдунам потом пересказывает его иосифу и когда того к нему доставляют здесь же но куда носор отказывается рассказать сон почему он то делает на самом деле это не до конца понятно то ли потому что он не помнит сон улетучился то ли то ли он ведет себя как такой откровенный самодур который отчасти издевается над своими мудрецами толкователями желая проверить насколько на них можно положиться если они сумеют отгадать его сон понятное дело что они сумеют понять и его толковать во всяком случае по сравнению с фараоном но худоносор предстаёт здесь действительно как такой жестокий тиран и самодур и его вельможи толкователи снова отвечают царь расскажи нам этот сон тогда мы его истолкуем а царь на это отвечает вы просто тянете время я вам объявил свою волю и вы знаете что вас ждет если не расскажите мне мой сон вот вы изговорились изворачиваться передо мной вдруг что-нибудь изменится нет вы мне расскажите мой сон тогда я поверю что вы можете его истолковать они сказали ему на это никто на земле не сможет рассказать царю того чем он спрашивает ведь никогда ни один царь ни один владыка не спрашивал ничего подобного не у магов не у заклинательными мудрецов халдеев такую такую задачу могут решить только боги они как тут говорится не живут среди людей царь страшно разгневался и объявил что он придает смерти всех мудрецов вавилона и это гибель грозила даниэлю его друзьям этом я уже сейчас хочу обратить ваше внимание на то что друзья даниэля в этом рассказе упоминается как бы между прочим и дальше они пару раз будут упомянуты но реально действовать в этом рассказе не будет это важная деталь на которую мы еще обратим внимание в дальнейшем так вот даниэль обращается после этого с речью как тут сказано с мудрой речи к начальнику царской стражи который которого послали казнить его его мудрецов и стал даниэля расспрашивать этого начальника царской стражи царский вельможа почему царь издал такой суровый указ и тогда этот начальник стража рассказал даниэль даниэль же пошел царю попросил дать ему время на разгадку царского сна а вернувшись домой он рассказал обо всем этом своим друзьям она не мишаэлю и азари и предложил им чтобы они молились богу чтобы просили бога раз к помочь раскрыть эту тайну чтобы их не казнили друзья исчезают а говорится девятнадцатом стихе я как бы не представляю текст перед вами тоже текст на арамейском языке я его пересказываю что даниэль ночью было видение а и в этом видении тайна и открылась ему и даниэль благословил бога и тут приводится такой довольно длинный поэтический текст которым он благословляет бога и говорит благословенное имя божье от века и во веки от него мудрости сила и так далее и так далее а после этого он даниэль отправляется снова к начальнику царской стражи который приказа которого царь послал казнить мудрецов и сказал не казни вавиланских мудрецов веди меня к царю я истолку его сон и начальник стражи тотчас привел даниэля к царю и доложил я нашел одного человека из переселенцев приведенных из уйдеи который истолкует сон царя и царь обратился к даниэлю или как его еще иначе называли белша цару даниэль как и другие юноши мы об этом говорили в прошлый раз получил дополнительное аккадское имя белша цар и спросил царь у него ты в самом деле можешь рассказать мне какой сон я видел как его истолковать даниэль ответил тайна который спрашивается не может быть раскрыта ему не мудрецами не заклинателями не магами не звездочетами никем настолько это тайна глубокая и сложная а здесь уже используется и египетское слово харту мим с такой же точно слово как и в истории с иосифом но есть на небесах бог открывающий тайны он явит царю на выхода носа и явил или объявил царю на выхода носа то что случится в конце времен а мы сразу же попадаем в атмосферу эсхатологии что случится в конце времен а значит если сравнить это с с нами фараона то сны фараона и ибрешит имели гораздо более локальный характер они касались того что произойдет с египтом в ближайшие десятилетия будет 7 лет сыты и семь лет голода напоминаю вам об этом здесь же здесь речь идет о гораздо более далекой перспективе о конце времен и как бы этот конец времен вводит нас совершенно читателей да вводит нас совершенно другую атмосферу другую систему координат мы будем дальше говорить об а копать об апокалиптике о неких откровениях которыми насыщена книга даниэля и вот сон на ухода носа это такое как бы билет в эти апокалиптические откровения скрытые от чужого глаза и которые передают мудрецу этот мудрец обычная и держит тайне но иногда ему разрешено открыть это кому-то конкретно в данном случае он открывает это царю на ухода носу вот же говорит да не что явилось тебе во сне когда ты спал на своем ложе твои мысли царь устремились к будущему и открывающий тайны показал тебе это будущее а мне эта тайна была открыта не потому что я будто бы мудрее всех на свете но для того чтобы разъяснить ее царю и ты постигнешь то что тебя тревожит вот что ты видел царь стоит перед тобой истукан огромный истукан по-арамейски на иврите это целем ты видишь перед собой огромный истукан который вид которого наводит ужас голова у этого истукана из чистого золота груди руки из серебра живот и бедра из меди гали голени из железа а ступни частью из железа частью из глины и потом ты видел что откуда-то сам собой без помощи рук человеческих откололся камень и упал на истукана на его ноги из железа и глины и раздробил их тут железо глина медь серебро и золото разом рассыпались и стали как мекина на летом ветер унес их даже следа не осталось а камень который упал на истукана стал великой горой и занял всю землю таков этот сон а теперь мы расскажем говорит даниэль царю что он означает я перед объяснением сна отмечу только что и здесь есть аллюзия на книгу решит только в книге решит сказано кратко а здесь то подчеркнуто книги решит и иосиф толкующий сны фараона говорит и не я сам толкую сны это передается от бога при этом не говорится о том что иосиф перед этим молился обращался к богу здесь это гораздо больше проявлено инфицированно это связь даниэля с богом так вот толкование сна ты царь царь царей тебе бог небесный дал царство могущество силу славу тебе он отдал во власть и подчинил людей зверей земных и птиц небесных где бы они ни жили на самом деле здесь тоже скрытая цитата но на этот раз уже в друг из другого источника а именно из книги ирмия у книга ирмия у еще отзовется весьма существенным образом книги даниэля во второй части где он будет даниэль читать эту книгу и толковать ее с тем чтобы понять когда наступит конец времен так вот книги даниэля в прошу прощения в книге ирмия у говорится о том что бог даровал наву худоносору власть над миром власть над миром и власть это простирается не только на людей это власть простирается не меньшей степени и на 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 зверей полевых и птиц небесных все это бог дарует наву худоносору и всякий кто откажется ему служить значит тот будет наказан а то есть очевидно что автор книги даниэля здесь как бы пользуется пророчеством пророчеством ирмия опять же это мы еще это упомянем дальше когда зададимся вопросом в самом деле о личности изображаемого здесь царя и вот говорит дальше даниэль золотая голова это ты царь дальше есть некая проблема большинстве русских переводов большинстве русских переводов говорится после тебя встанет другое царство проблема заключается в том что слово на армейском языке которая здесь используется малху может быть понято и как царство но одновременно это может быть понято как царство вание то есть период царствования царя поэтому я буду когда переводить я сразу же как бы буду эти два варианта после тебя настанет другое царство и или будет новый период царствования не столь великий как твой потом третье царство или третий период царства не медный будет властвовать над всей землей а 4 будет крепким как железо подобно тому как железо все дробит и разбивает как железо все сокрушает так и она или он разобьет и сокрушить всех еще доведел многие ступни частью вылепленные из гончарной глины частью железные значит царство разделится будет ним до доля твердости железный поэтому ты и видел железо пополам с глиной ступни ног частью железная частью глиняные значит царство в чем-то будет крепким а в чем-то непрочным железо Что ты видел, было смешано с глиной. Так смешается одно с другим в потомстве человеческом, но не станут они единым целым, как железу не сплавится с глиной. В одни этих царствованиях Бог Небесный воздвигнет царство вечное, нерушимое, неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно. Поэтому ты видел, как от горы сам собой без помощи рук человеческих откололся камень и разбил железо, медь, глину, серебро и золото. Так великий Бог показал царю будущее. Сон, правдив и толкование верно. Так же точно, как и фараон, так и Новохудоносор потрясен способностью своего толкователя. Фараон возвышает Иосифа и говорит, что нет человека, который был бы подобен по мудрости ему. Что касается царя Новохудоносора, то он падает ниц перед Даниэлем и сотворяет ему поклонение и велит почтить его приношениями и воскурениями. И сказал Даниэлю, воистину ваш Бог, это Бог богов, владыка царей, открывающий тайны, раз ты сумел раскрыть эту тайну. После этого царь возвысил Даниэля, одарил множеством богатых даров, назначил его правителем всей Вавилонии и главой всех вавилонских мудрецов. По просьбе Даниэля царь поручил, и здесь еще раз упоминаются его друзья, управлять делами в Вавилонии его друзьям, а сам Даниэль остался при царском дворе. На этом заканчивается глава. Мы сейчас обсудим в связи с этой главой два момента, два элемента. Во-первых, как уже видно было в заголовке лекции, очевидно, что Даниэль предстает здесь как второй Иосиф, как полкователь Снов. Но, как всегда бывает в таких случаях, это не просто второй, это новый, новый превосходящий старого. В чем превосходит Даниэль и Иосифа? В нескольких аспектах. Во-первых, в способности благодаря Богу проникать в тайны сна. Он не просто толкует сны, он их открывает. Это некое откровение, полученное от Бога, апокалипсис. Во-вторых, Даниэль в гораздо большей степени, чем Иосиф, привержен Богу. И это проявляется открытым образом. Не то, чтобы кто-то подозревает Иосиф в недостаточной приверженности к Богу, но это слишком мало выражено в книге Берешит. В эпоху второго храма одна из вещей, которые заботили писателей и создателей толкований, новых текстов, основанных на библейских текстах. Это вставить в уста персонажей молитву и благодарность. Мы это и дальше увидим. В книге Берешит это очень кратко. Мало кто молится. Авраам, Ицхак, Яков, Иуда, Иосиф почти никогда не молятся. Никаких обращений к Богу практически нет. Бог к ним обращается и открывает им что-то. А они практически никогда. И это восполняется литературой второго храма, потому что в глазах авторов этой литературы персонаж, который не обращается к Богу с молитвенной просьбой и не благодарит его вслед за тем, не может являть собой пример богобоязненности. И, наконец, третий момент, по которому мы можем отличить Даниэля от Иосифа, заключается в реакции царя. Если Иосифа просто возвысили, то в случае с Даниэлем этим дело не закончилось. Навуходоносор провозглашает некую декларацию веры. «Воистину ваш Бог – это Бог богов, ладыка царей, открывающий тайны, раз ты сумел раскрыть эту тайну». Очень важно автору показать, что божественная поддержка, которую он оказал Даниэлю, производит на царя-язычника такое впечатление, что он фактически внутренне присоединяется к вере Израиля. Он признает истинность Бога Израиля. В Танахе такие персонажи тоже есть. Прошу прощения, в литературе первого храма такие персонажи тоже есть. Правда, не цари. В такой роли, например, предстает в Торе Итро, в такой роли предстает в книге Иошуа Рахав, в такой роли предстает военачальник арамейского царя Нааман в книге Млахим. Есть такие персонажи. В литературе второго храма и особенно потом в апокрифической литературе акцент делается на том, что именно царь, именно иноземный владыка простирается ниц перед Богом Израиля. Это то, что мы видим здесь, то, что происходит с Новохудоносом. Теперь вернемся к сну Новохудоноса. Мы уже сказали, что сон Новохудоноса отличается от сна фараона принципиальным образом. Конец времен. Вопрос, что значит этот конец времен в данном контексте. Я повторяю, можно понять то, что здесь сказано, двояко, более скромно и более помпезно и с большим замахом. Что такое более скромно? Я сейчас открою перед вами файл, а вот я не могу открыть файл. Натан, ты можешь мне сделать, можешь дать мне возможность? Да, 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 сейчас одну секунду. Конечно. Сейчас полсекунды. Да, сделал. Окей, спасибо. Значит, я сейчас открою файл. Вот что я хочу вам показать. Вот эта табличка. Табличка – это цари Вавилона. Значит, цари Вавилона, который, как вы видите, начиная с Новохудоносора, хотя основателем династии, нововавилонской династии Набупаласар, отец Новохудоносора, но как бы он тут никак не фигурирует. Новохудоносор воспринимается автором книги Даниэля как номер один. Теперь надо иметь в виду, что один из последующих царей, как бы царей, фактически не царствовал. Он буквально меньше года процарствовал, и о нем мало кто знает и мало кто помнит. Значит, а фактически получается, что царей четыре. Значит, вот есть сам Новохудоносор. Ему наследует Эмаль Мерадах. Он, кстати говоря, упомянут в Танахе. Он царствует два года. Потом Нергаль Шарецер. Царствует еще четыре года. И последний, если не считать вот этого, переходный период, это Набунаид, который нас будет очень сильно интересовать. Который пришел к власти не очень ясным способом, поскольку он не был прямым наследником династии Новохудоносора. Но он как бы продолжил династию вот этого нового Вавилонского царства. Его сын, хорошо известный из книги Даниэля, Большацар, царем не был. Он был фактическим правителем во время отсутствия своего отца Набунаида или Набунида. Но формально царем не был, а только наследником. Значит, если так, то перед нами картина четырех царей. И есть те, кто полагают, что сон Новохудоносора относится к смене царей внутри новой Вавилонской династии. Значит, у нас тут есть золото, есть серебро, медь и железо и глина. Постепенно все как бы ухудшается. Это такой как бы хорошо известный нам из греческой литературы, из Гесиода, из Гесиода трудов и дней. Значит, вот эта смена веков – золотой век, серебряный век, медный век, железный век. И, значит, по мере продвижения как бы становится все хуже и хуже. Значит, вот эта схема Гесиода, который жил в восьмом веке до новой эры, возможно, оказала влияние и на автора нашей книги, что в частности помогает ее датировать. Я уже несколько раз намекал, что, судя по всему, датировать следует эпоха эллинистической, когда знакомство с греческой культурой было очевидным. И это проявляется как в содержании книги, так и в языке. Значит, вот постепенное ухудшение, которое мы находим у Гесиода, так вот и здесь. Тогда получается, что камень, который откололся, упал на истукана и раздробил его – это никто иной, как царь Персии Кир, который положил конец нововавилонской династии и создал Персидскую империю. Это одна возможность толковать наш текст. Но существует и другая возможность, более принятая, которую неоднократно упоминают и которая, в частности, связывает этот наш рассказ со второй частью книги Даниэля, там, где будут действительно несколько видений, откровений, посвященных смене царств. Согласно второму толкованию, речь идет не о смене царей периодов царствования в Вавилонской династии, а речь идет о смене эпох царств. При этом получается, если исследовать логике, которую мы видим из второй части книги Даниэля, что золотая голова истукана – это нововавилонское царство, затем, как мы увидим в дальнейшем, медийское царство, затем персидское царство и затем греческое царство. Значит, эта модель на самом деле известна нам из некоторых месопотамских текстов, которые условно называют аккадскими пророчествами. И есть спор по поводу их датировки, но сегодня в большинстве своем полагают, что это тексты селевкидской эпохи, то есть эпохи после смерти Александра Македонского. И селевкидская эпоха началась, ну, как бы, опять же, в Месопотамии она началась сразу после смерти Александра Македонского, а до земли Израиля, дошла примерно через сто лет после этого, когда селевкиды захватили землю Израиля. Так вот, в этих текстах тоже есть пророчества, посвященные смене царства. Их тоже четыре. Их тоже четыре. Правда, там четыре царства, которые следуют таким образом. Сначала Ассирия, потом после Ассирии идет Мидийское царство, затем Персидское царство, затем Греческое царство. В некоторых текстах действительно появляется и Вавилон вместе с Ассирией. То есть Ассирия и Вавилон идут как бы в одной связке. Затем, повторяю, идет Мидийское царство Сыранского Нагорья, Затем Персидское царство, а затем идет царство Греческое. Значит, эта модель, по мнению некоторых, уходит своими корнями в иранскую древнюю культуру. Еще до времени появления Греческого, до времени появления Греции. Греция добавляется к этой модели на следующем этапе. Но в любом случае, если идти по этой модели, которая, кстати говоря, по мнению некоторых более поздних комментаторов, эта модель, иначе я скажу, эта модель тасуется. В тот момент, когда появляется Рим, начинаются создаваться другие связки. Там, скажем, Вавилон, Персия, Греция, Рим. Мидия исчезает. Значит, в любом случае, есть как бы вот эта концепция смены царств. В рамках этой концепции книги Даниэля добавляется следующее, что падает камень, который оказывается сильнее всех этих материалов, и он уничтожает. А камень становится великой горой и занимает всю землю. В рамках этого второго толкования обычно понимают под камнем ничто иное, как Израиль, который, ведомый Богом, в результате одержит победу над всеми земными царствами. Надо отметить еще, как бы мы до этого сейчас еще не дойдем, но надо отметить, что вот эта модель создает серьезные проблемы в представлении исторического процесса книги Даниэля, потому что, мы это увидим дальше, он, например, превращает персидского царя Дария в царя Мидии. Почему он это делает, мы это специально обсудим в следующий раз, дойдем до этого. Но так или иначе, эта модель свидетельствует о некой особой исторической концепции. В чем состоит эта концепция? Что есть заведомо предрешенная, установленная Богом, последовательность смены царства. И эта смена, как раз-таки, в отличие от гесеодовской концепции смены золотого века железными и так далее, она изменяет этот взгляд на то, что дело не в том, что становится все хуже, в смысле, значит, как бы качества, а скорее, значит, то, что приходит на смену, оказывается более грубой силой. На смену золото приходит, серебро, потом медь, потом железо, и это железо, как говорит здесь Даниэль, все дробит и разбивает, так и это царство разобьется, кружит всех, с намеком, по всей вероятности, на греческое царство. Тем более, что, и это очень важно отметить здесь, в 41 стихе говорится, что это царство, когда толкует Даниэль свой сон. Вот то, что ты видел, он говорит, что ноги и ступни частью вылеплены из гончарной глины, а частью железные, это говорит о том, что царство разделится. Это практически все комментаторы, которые идут по второй линии толкования, понимают так, что это разделение царства между наследниками Александра Македонского после его смерти, между диадохами. Такого рода концепция, такого рода модель возникает, возможно, действительно в недрах зороастрийской, персидской культуры, которая в основе своей проповедует определенный детерминизм, и она усиливается в эллинистическую эпоху, что, повторяю, позволяет нам более точно датировать вот эти тексты книги Даниэля. Теперь мы с вами обратимся, я дам сегодня, естественно, время на то, чтобы задать вопрос, но я бы хотел еще к одной главе книги Даниэля обратиться, которая связана косвенным образом с главой, которую мы сейчас читаем. На самом деле, начало этой истории в конце третьей главы, а большая ее часть – четвертой, и там тоже рассказывается сон. Вот этот текст. 31 стих главы третьей. «Царь Новохудоносор всем народам, родам и племенам на земле, мир вам и процветания, угодно мне рассказать о знамениях и чудесах, которые сотворил мне Бог Всевышний, как велики его знамения и могучие его чудеса, царство его, царство вечное и власть его на все времена». Мы видим, что смыкается этот мотив с тем, что мы только что читали по поводу признания Новохудоносора толкования с Даниэлем сна. «Я, – говорит он, – Новохудоносор, жил безмятежно в своем доме, благоденствовал в своем дворце, но приснился мне сон, опять сон, и испугал меня. На ложе сна ужаснули меня видения». Значит, теперь используется используется другой глагол, глагол более сильный. Не просто взволновался его дух, а он перепуган, он ужаснулся. «Велел я привезти ко мне всех мудрецов повелонских, чтобы разгадали мой сон. Пришли маги, заглянатели, мудрецы, халдеи, звездочеты, я рассказал им свой сон, но они его не разгадали». Здесь, как мы видим, он сразу рассказывает сон. Если пытаться читать это как некоторую последовательность, то здесь он настолько напуган, что у него нет внутренних сил испытывать своих мудрецов. Но, несмотря ни на что, они не смогли его разгадать, этот сон. Приходит Даниэль, которого в честь, как он говорит, моего бога называют Белшацар. Потому что мы говорили, что Белл – это один из вавилонских и а также западно-сенитских богов. Бааль, Белл – имя обозначает, что Белл будет хранить. В нем есть священный божественный дух. Я рассказал ему сон. Я рассказал ему сон. И сказал, Белшацар – глава магов. Белшацар – глава магов. Я знаю, что в тебе есть священный божественный дух, и ты легко раскрываешь любую тайну. Так скажи мне, что означает этот мой сон? И вот он рассказывает сначала этот сон. Стоит посреди земли высокое дерево, великое дерево, могучее, высотой до самого неба, видное до края земли, с густой листвой, плодовитое, всех питающее. Под сенью его звери земные, в ветвях живут птицы небесные, снова земные звери и птицы небесные, те, которые подчинены новоходоносам. И все живое кормится от него. И еще видел я во сне, когда спал на своем ложе, спускается с неба святой страж. На самом деле это видимо не очень точный перевод. Обычно принято переводить это как страж. Отсюда книга стражей в инохической литературе, но вообще-то здесь используется слово на арамейском ир, которое судя по всему является аналогом ивритского цир, то есть посланник. Правильнее на самом деле перевести это как святой посланник, то есть ангел. И громким голосом возглашает этот посланник. «Срубите дерево, отсеките ветви, оборвите листву и стряхните плоды, пусть убегут из-под него звери, улетят с его ветвей птицы». Теперь мы понимаем, почему сон так испугал Новокудоносора. «Только пень с корнями пусть остается в земле, в травах степных, окованной железом и медью. Пусть омывается росой небесной и со зверями ютится в траве земной». «Лишится он разума людского и будет данному разум звериной и так пройдет семь лет». Он переходит от метафоры сна к его реальному значению. Потому что понятно, что не пень лишится разума людского, а тот, кого этот пень символизирует, а именно сам царь. Это приказ решения посланников приговора слова святых. Пусть все живущие знают над царством человеческим властен Всевышний Бог, дает он его кому пожелает и даже низшего из людей может произвести на царство. «Вот какой сон видел я», говорит Наук Доносора, «ты скажи, что он означает, ибо ни один мудрец в моем царстве не может поведать мне разгадку, а ты можешь, потому что в тебе есть священный божественный дух». Даниэль здесь он же Балшатсар какое-то время пребывает в оцепенении и его тоже охватывает ужас. Сталь сказал, «Балшатсар, пусть не ужасает тебя этот сон и его разгадка». Тогда отвечает Балшатсар Даниэль, «Государь мой, не другом бы твой такой сон, врагам твоим такую разгадку. Дерево, которое ты видел, великое и могучее, высотой до самого неба и видное до края земли, с густой листвой плодовито всех питающих, под которым живут звери земные, а в ветвях обитают птицы небесные, это ты, царь, ты великий и могуч, твое витой посланник сошел с неба и сказал, «Срубите дерево и изничтожьте, только пень с корнями, пусть остается в земле, в травах степных, окованной железами медью, пусть омывается росой небесной и утится с дикими зверями, пока не пройдет семь лет». Это показывает царь, какой удел назначил Всевышний государю моему царю. Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. Будешь питаться травой как скот и омываться росой небесной. Так пройдет семь лет и ты поймешь, что над царством человеческим властем Всевышний дает он его кому пожелает. Но велено оставить пень и корни дерева, значит царство будет тебе возвращено, когда ты поймешь, что вся власть принадлежит небу. Потому царь, соблаговоли послушать мой совет, загладь свои грехи добрыми делами, а свою несправедливость милостью бедным и тогда может быть продлиться твое благоденствие. Все это и постигло царя Новохудоносора. Двенадцать месяцев спустя, то есть год прошел, он шел по царскому дворцу в Вавилоне и сказал вот великий город Вавилон, город царский, который я построил силой и мощью своей, во славу свою и честь. Не успел он это выговорить, как с неба сдается голос, слушай царь Новохудоносор, отныне лишен ты царства, жить тебе не среди людей, а с дикими зверями, будешь питаться травой, как скот, так пройдет семь лет, и ты поймешь, что над царством человеческим властен Всевышний, дает он его кому пожелает. И тотчас же исполнилось все это над Новохудоносором, с тех пор не жил он среди людей и ел траву, как скот, и омывался росой небесной, отросли у него космы, как орлиные перья, и ногти, как когти птичьи. Но прошло время, Яново Худоносор возвел глаза к небу, меняется все время третье лицо на первое, первое на третье, и рассудок вернулся ко мне, я благословил Всевышнего, восхвалил и восславил живущего во веки, то есть такая структура инклюзия, с этого он начинает, и этим же он кончает власть его, власть вечная, царство его на все времена, все живущие на земле ничто, как закончит он, так и поступит силами небесными и жителями земли. Значит, этот рассказ мы сейчас вкратце обсудим опять же с двух точек зрения, с точки зрения содержательной и с точки зрения исторической. С точки зрения содержательной все, в общем, достаточно ясно. Этот рассказ усиливает, интенсифицирует тот, который мы прочли перед этим. Там царь видел сон, который его поразил, и Даниэль его истолковал, и это привело царя к признанию истинности Бога Израиля. Здесь царь грешит большим, чем он грешит там. Там он издевается над своими мудрецами и советниками, требует от них невозможного. Здесь же он грешит гордыней по отношению к Богу. Он считает, что все, что в Бавилоне создано его силой и властью. Я построил этот город силой и мощью своей, во славу, свою честь. Один из самых серьезных грехов в рамках библейского библейской иерархии ценностей. человек, считающий, что благополучие приходит к нему благодаря его собственной силе и мощи, грешит неблагодарностью и гордыней по отношению к Богу. И за это Бог его наказывает. Он превращает его в ничто. Этот человек становится ниже всех людей, которых можно на себе представить. Он оказывается наравне с теми животными и птицами, которыми он, казалось бы, правил. Он лишается разума, лишается языка и проводит с ними целых семь лет, семь лет период цельности законченного цикла, так же, как в истории с фараоном семь лет сытости, семь лет голода. Вот он проводит эти семь лет, ест траву, как скот, омывается росой, становится диким человеком, у него ногти, как когти птичьи, но потом он возводит глаза к небу, раскаивается и ему все возвращено в знак особой милости Бога. Смысл рассказа ясен попрания гордыни царя и опять-таки на фоне царя предстает мудрый Даниэль Белшацар, который толкует сны и который пытается направить царя на путь истинный. Он говорит загладь свои прегрешения добрыми делами, свою несправедливость милостью бедным, когда, может быть, ты будешь прощен, но царь не слушает Даниэля и в результате наказывается. Это содержательная сторона дела. Но есть еще историческая сторона дела, которая чрезвычайно интересна. Вот она. Я сейчас представлю вам текст. Текст этот найден в Кумране. Это так называемая молитва Набонида. Набонида это, как я вам уже и сказал, последний царь Вавилона. В дни его царствия Вавилон пал. Молитва это написано на арамейском языке, а перевод звучит следующим образом. Вот, смотрите. слова молитвы, которые произнес Набнид, царь Ассирия Вавилона, царь Великий, когда был поражен злой проказой, кожным воспалением по велению Бога Небес. В Тейма, в городе злой проказой, я был поражен в течение семи лет, и скоту был подобен я. И грех мой отпустил или простил, не очень ясно, ясновидец, муж иудейский из сыновей Вавилонского изгнания. И он разъяснил и написал, чтобы были возданы почести величия имени Бога Небес. И так он написал, когда ты был поражен проказой злой по велению Бога Небес в Тейме городе, в течение семи лет молился ты Богам из серебра и золота, меди и железа, дерева, камня и глины, потому что ты был убежден, что Боги они. На этом текст обрывается. Как мы видим, текст с одной стороны представляет собой своего рода контоминацию обоих рассказов, которые мы читали, потому что образы камня, глины, серебра и золота, они как бы подчеркнуты из того рассказа. В то же время остальные детали разумеется похожи на детали нашего рассказа, который мы сейчас прочли. Начиная с того, что царь был поражен в течение семи лет, был подобен скоту и как бы осознание того, что нужно делать, он получил от праведного иудейского мужа, который не упомянут здесь по имени. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что этот текст основан на книге Даниэля, но легко заметить, что он не совсем на ней основан, не совсем основан на этом рассказе. Во-первых, тут другой царь, Набонид. Во-вторых, речь идет про то, что он находится в городе Тейма, где он и был поражен злой проказ. И здесь следует сказать буквально несколько слов о правлении Набонид. Как я уже и сказал, Набонид был царем, который пришел, вообще говоря, к власти не совсем прямым путем. Его отец принадлежал числу вельмож, но при этом он не был связан с родственными связями с кем-то из предыдущих царей Вавилонии. То есть Набонид пришел к власти в результате деятельности царедворцев и собственной матери. Значит, судя по всему, мы точно не знаем, но судя по всему, вот этот сын Нергаля Шаретера был убит и в результате Набонид и был возведен на царский престол. теперь этот царь ввел довольно странную религиозную политику, поскольку его мать, судя по всему, была женщина чрезвычайно набожная и она, судя по всему, происходила из Харана и ее личным божеством, которому она поклонялась, был бог Син, бог Луны, известное божество Месопотамского пантеона. Так вот, на каком-то этапе своего царствования Набунид оставил, как бы презрел, что называется, свои непосредственные обязанности религиозные, которые касаются Вавилонского пантеона и в первую очередь бога Мардука, и стал всячески продвигать служение тому самому Сину, окончил тем, что оставил Вавилон на 10 примерно лет, здесь говорится про 7 лет, но он оставил на 10 лет, он отправился в Харан, по дороге побывал действительно в месте, которое называется Таймай, это на Аравийском полуострове, и вел, судя по сохранившимся документам, замкнутый образ жизни, не поддерживал фактически никакого контакта с Вавилонским царским двором, вызвал огромное возмущение у жрецов, у лавилонского жречества, но поскольку он оставил вместо себя своего сына, Больша цара, в качестве наследника престола, то переворота такого бы то ни было в тот момент не произошло. Значит, судя по всему, то, что написано вот в этой молитве на Бунида, отражает, по крайней мере, частично его реальную историю, его пребывание в Тайме, мы не знаем насчет проказы, не знаем насчет того, был ли он на самом деле, как он тут пишет, подобен скоту, но, во всяком случае, странности на Бунида действительно бросались в глаза. Кончилось дело тем, что он был пленен Киром и как-то был лишен своего престола, об этом мы отдельно будем говорить уже в следующий раз, мы поговорим немножко о его сыне Больша царе, но важно отметить, что, судя по всему, за фигурой Новохудоносова в нашей главе, а возможно вообще в книге Даниэля стоит последний царь Вавилона Набунида. Почему он был заменен Новохудоносором, здесь я как бы завершаю наш сегодняшний разговор, судя по всему, потому что Набунид не представлял для еврейского религиозного сознания какой бы то ни было особой значимости. А Новохудоносор был фигурой чрезвычайно известным, разрушитель первого храма. О нем слагались истории и легенды, и его привести в трепет перед Богом Израиля было чрезвычайно важно и существенно. Так же точно как впоследствии мудрецы Талмуда рассказывали о том, что в трепет перед Богом Израиля был приведен Тит, разрушитель второго храма. Возможно, что за давностью лет автор наших рассказов и не помнил ни о каком Набуниде, или по крайней мере для него это было фактически одно лицо, как бы произошла контоминация между этими двумя царями. Любопытно, что вот в Кумране сохранились, сохранился текст на арамейском языке, который помнил реальную фигуру, стоящую за этой историей царя Набунида. Я здесь поставлю точку и готов ответить на ваши вопросы, послушать ваши замечания. Пожалуйста. Народ, есть вопросы? Есть ли вопросы, господа и дамы? Тут, в общем-то, есть один из вопросов. Да. то, что в принципе здесь как бы с одной стороны идет очень подробное знание о том, что произошло в Вавилонии. Да. То есть как и что. А с другой стороны там опять-таки ссылки на уже эллинистическое время. Там в принципе довольно большой разрыв получается. то есть где-то как минимум два или три века. Значит, разрыв действительно есть, это верно. Это отчасти объясняет то, что наши рассказы носят, по сути дела, псевдоисторический характер. То есть они как бы это я не сказал, это следует подчеркнуть, не столько истории, сколько экзамплум. Это некие рассказы, которые несут в себе определенное поучение. И вот с этим поучением обращаются к читателям. Назвать это реально историческими текстами довольно затруднительно. Гораздо более затруднительно, чем, скажем, те тексты, которые мы читали до сих пор. Например, в книге царей, книге Млахим. Там по меньшей мере некое историческое зерно сохранялось в гораздо как бы большей неприкосновенности. Здесь как бы остались лишь тени реальных историй. Не история как таковая интересует рассказчика, а то, что можно выучить из вот этого столкновения между еврейской и чуждой ей другой цивилизацией, которая здесь представлена как вавилонская цивилизация. Но, как мы будем говорить в следующий раз, когда сегодня мы не успели поговорить о мартирологии, когда будем говорить о мартирологии, то увидим, что, судя по всему, за этим скрывается, видимо, греческая цивилизация. Об этом отдельный разговор. И тогда получается, что там очень много связано с войной диадохов. С войной диадохов во второй части книги Даниэля будет довольно много связано, да. Здесь пока не а там да. Ну, да. Та часть книги, которая на иврите, та будет, да, действительно рассказывать о войне между диадохами Александра Македонского. Еще вопросы, если есть? Ну, вот такой странный немножко у меня вопрос. Да, пожалуйста, Эмиль. Ну, и что? Ну, вот, да, это все, сказать, постфактум придумана такая вот легенда. Все там, не знаю, для каких целей политических, воспитательных, или еще каких-то, или просто для любви, так сказать, к искусству. Что из этого можно извлечь? Что мы можем как бы из этой истории узнать нового? Или какая польза нам от этого всего? То есть, она сыграла какой-то сухой. мы можем извлечь из этого две вещи главным образом. Мы можем извлечь с одной стороны представление о том, что было важным для автора, когда он создавал эти истории. Мы как бы пытаемся понять, вникнуть в психологию этого автора, который на самом деле открывает некий жанр. Будем об этом еще говорить. Книга Даниэля принципиально отличается от многих других библейских книг, которые носят, которые рассказывают историю в той или иной степени. Книга Даниэля принципиально от этого отличается. В этом смысле она гораздо ближе по своему характеру к тому, что мы называем агадот хазаль. А не история, а поучение интересует автора. Кроме того, мы через книгу Даниэля можем различить некоторую довольно важную рефлексию еврейского сознания, находящегося среди чуждых, под чуждым культурным влиянием. Как он на это реагирует? Что ему важно сказать? какие выводы из этого можно сделать? Это вещи, на мой взгляд, чрезвычайно существенные для того, чтобы понимать, как менялся иудаизм, еврейское религиозное и национальное сознание в эпоху второго храма для нашей истории. Нам это важно. Эта история важна не то, что это отражает реальные события, а важно, что это отражает историю развития еврейского сознания. Не знаю, может быть, вы правы, конечно, но история это уже есть в Тори самой. Если расписано по ролям, сделано из второго, принимается как некая идея, которая реализуется в ролях. В этом жанре, в этом может быть то, что вы говорите о году, более художественной. Она в ролях раскрывает веру в то, что Всевышний, Израиль непобедимый рано или поздно. Эта идея сквозная, собственно говоря, что Всевышний и что он рано или поздно накажет народы. Но она, конечно, интерпретируется довольно оригинально, честно говоря, со всеми этими наказаниями. Я не знаю, в какое время это писалось, но обычно такие истории были в Средневековье, когда какой-то там я не знаю, как его назвать, дети или еще кто-то, или вот он делал какие-то нарушения, а потом он каялся, и потом его возводили в лик святых. Очень много таких христианств и птихистов. Смотрите, Эмиль, это, конечно, никакое не Средневековье, можно разные аналогии здесь проводить, но это, конечно, никакое не Средневековье. Я понимаю, я понимаю. Эпоха Второго Храма. Как бы сейчас входим в эту эпоху и пытаемся понять, что изменилось. Мы говорили о начале эпохи Второго Храма, о персидском периоде, о строительстве храма и так далее. Сейчас это уже вторая половина этой эпохи, начинается эллионистический период, и вот книга Даниэля как раз отражает, на мой взгляд, этот период и то, что в этот период происходит. Это важно. На мой взгляд, это важно для понимания тех процессов, которые происходили в еврейском народе в ту эпоху. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Творчество еврейское, да. А, пожалуйста, у кого-то еще вопрос? Даниэль, у меня вопрос есть. Мне говорили, что книга Даниэля это единственная из пророческих книг, где напрямую говорится о воскрешении из мертвых. Вы можете это прокомментировать? Я могу это прокомментировать, но я прокомментирую это сейчас вкратце, потому что мы до этого дойдем. Книга Даниэля, во-первых, с точки зрения еврейского канона не является пророческой. Есть разница между пророческими книгами и книгами, которые мы называем принадлежащими жанру апокалипсиса. Это не совсем одно и то же. Между ними есть связи, но это не одно и то же. И это отдельный, очень важный разговор, который мы еще будем вести. Что касается воскресения из мертвых, да, вы правы. Это единственная книга в Танахе. Где прямым текстом в ясной однозначной форме в 12 главе, в последней главе книги Даниэля говорится о том, что мертвые восстанут. Идея эта неизвестна нам из более ранней литературы. Значит, есть один стих книги Исаи, книги Ишаяу, который не так просто датировать, который тоже возможно намекает на эту идею. Но это вопрос спорный. Есть глава в книге пророка Ихискеля введения о сухих костях, которую часто интерпретируют как идею воскресения из мертвых, хотя на самом деле она представляет собой метафору возвращения народа Израиля из Вавилона Персидского плена. Вот первый текст, который в явной и однозначной действительно форме говорит о воскресении из мертвых, это действительно книга Даниэля. Это действительно книга Даниэля. И это в общем не случайно, потому что представление о воскресении из мертвых, судя по всему, появляется в еврейской литературе тоже в военистический период и тоже, видимо, не без влияния представлений почерпнутых из греческой культуры. Так что это правда. Вот если посмотреть в 12 главу книги Даниэля, то там говорится буквально следующее, это некое видение, заключающее книгу, и там действительно говорится о том, что многие из спящих в земном прахе пробудятся эти для вечной жизни, а эти для вечного позора. Вот такое утверждение. будет некий суд божественный, который в результате этого воскресения из мертвых всем раздаст, выделит ту долю, которую они заслужили. Можно спросить? Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот описываемое событие происходит в Галуте. Вы хорошо показали, что основу в еврейской традиции, в Торе, было ли влияние каких-то других религий, других народов, других культур, и связанный вопрос воскресения из мертвых, не было ли это привнесением из каких-то посторонних источников? Ну, смотрите, во-первых, я еще раз говорю, что несомненно было влияние других культур, которые мы уже сегодня, например, наблюдали. Скажем, такая вещь, как вот эта историческая модель четырех сменяющих друг друга царств. Значит, ее источники в Месопотамии. То, что я сказал. Теперь, что касается воскресения из мертвых, то, судя по всему, дело в том, что мы видим не то, чтобы это какая-то новая идея, исходная, эта идея очень хорошо известная, значит, касающаяся, правда, никакого-то обычно суда над мертвыми, как здесь это изображается, а идея о воскресении из мертвых и превращении человека в божество. Да, это идея, которая есть в древнем мире и неоднократно появляется в разных текстах. теперь как раз-таки древние библейские тексты с этой идеей всячески борются. Они не хотят даровать человеку как вечную жизнь, человек ограничен своей жизнью, так и идею о том, что мертвые могут ожить. Эта идея, повторяю, нигде никак не проявляется в древних еврейских текстах. Значит, соответственно, возникает вопрос, почему она вдруг возникает, тоннудическая литература уже пышным цветом расцвела, это один из постулатов веры, но в эпоху второго храма действительно появляются тексты, которые иногда говорят о индивидуальном воскресении из мертвых, например, не только в иврейских, но и в христианских текстах известная история о воскресении Лазаря, не говоря уже естественно о воскресении самого основателя христианской религии, о воскресении Иисуса, так и коллективное воскресение, о котором говорит Даниэль. Значит, предполагается, что эти идеи, как идея бессмертия души, так и идея о воскресении из мертвых приходит в иудаизм извне. Что касается идеи о вечности души, то это, судя по всему, непосредственное, прямое греческое влияние, а что касается идеи о воскресении из мертвых, то это возможно посредством через контакт греческой цивилизации может прийти из разных мест, потому что идея существовала, существовала и в окружающих народах, она существовала и в Месопотамии, но и в эллинистическом мире. Так что в этом смысле да, это как бы влияние, которое оказывали окружающие культуры. Окей, мы на это будем заканчивать. Да, я думаю, что да, спасибо большое всем за внимание, мартирологиями будем уже заниматься в следующий раз. Окей, всем счастливо, пока, всем спасибо, до свидания, счастливо, пока. Сейчас я выключу все.